Впереди три дня выходных, но женщинам пока расслабляться рано. Осталось всего пара суток, чтобы они могли решить, что подарить своим близким на самый мужской праздник – День Защитника Отечества. Многие уже определились с презентами. Какие полки опустошают женщины в преддверии 23 февраля, выясняла Елена Губенкова. Пока полки с мужской косметикой еще не пустуют, но руководство магазинов предрекает. Уже 22 февраля сметут все, начиная от пены для бритья, заканчивая шампунями. Товары для мужчин в преддверии Дня Защитника Отечества – самый ходовой предмет торговли. В основном покупают то, что давно принято дарить. Увеличены продажи на мужские гели, шампуни для волос, также средства для бритья. У нас разнообразный ассортимент станков мужских, пенок, гели для бритья. Совсем недавно в нашу сеть поступили такие товары, как носки, тельняшки. Очень многие мужчины любят одевать. Но такие товары по статистике приобретают женщины постарше. Молодые девушки своим мужчинам предпочитают дарить то, что действительно нужно или связано с их хобби. Для бородатых триммер, для тех, кто в душе остается ребенком – игрушки. Ну что-нибудь для компьютера очень любят, увлекаются. Какой-нибудь аксессуар для компьютера. Не косметика, но что-нибудь. Может поездка на квадрациклах, на снегоходах, может на лыжах покататься, на сноуборде. То, что моему мужчине нравится. Самым любимым людям дарю впечатление. Потому что мне кажется, это самый лучший подарок. Чтобы у них было хорошее настроение в этот праздник. Кофе, чай, ну что-то там, может белья, может подарю. Белье, мужская косметика и любимые сладости всегда остаются беспроигрышным вариантом для тех, кто не успел или не смог придумать более занятный подарок. Но саратовские магазины и увеселительные заведения сейчас могут предложить более разнообразные сюрпризы, которые понравятся любому мужчине. У женщин осталось не так много времени, чтобы решить, что подарить мужчине на 23 февраля. Носки, пену для бритья или остановить свой выбор на чем-нибудь поинтереснее. Ну а уже скоро ломать голову над подарком придется мужчинам. До 8 марта тоже осталось не так много дней. Елена Губенкова, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.